Война и дети. Трудно представить что-то более несовместимое. Какое сердце не обожжет память огненных лет, ставших суровым испытанием для миллионов советских ребят. Светлана Васильевна Сунцова – ребенок войны. Родом она из деревни Дизьмино-Ярского района Республики Удмуртия. Когда началась Великое Отечественное, ей было всего один месяц. Каждый раз я себе задаю вопрос. А если бы не была война, кем бы я была и как бы сложилась моя судьба? Но судьбе было угодно, видимо, именно пережить военные годы. Детям наравне со взрослыми приходилось вставать чуть свет и идти помогать своим родителям. Светлана Васильевна начала трудиться с двух лет. Женщине приходилось носить воду из реки, поливать огород и следить за скотиной. Мама давала веточку и говорила, иди-ка курс огорода прогони. Наша задача первая была, чтобы кур не был на огороде, чтобы цыплята были все целы. Вот это первая работа. Но я один помню случай, когда мне было всего на 4 годика. Сидела на полу, я играла и делала себе куклу. А кукла была деревянная, из полена, которая топит печки. Взяла уголек, намазала брови, точки поставила вместо глаз. Кукли свои носик взяла, тоже такой закорючек какой-то, губы провела и решила платок завязать. И вдруг в это время открывается дверь, заходит мама. И говорит, ой, Светланочка, я тебе гостиницу привезла. Я, конечно, бросила эту куклу и побежала к ней. Она меня обняла и из сумки достает один пряник. Но радостей было, конечно, через край. В 1948 году Светлана Васильевна пошла в школу. Окончив 10 классов, женщина решила поступать в педагогический институт. Но не успев сдать экзамена, Светлана Васильевна вернулась в родную деревню и продолжила помогать своим родным. И только спустя два года она все же поступила в институт. И поехали учиться в Ежевский педагогический институт. Это был 1960 год. Проучилась я четыре года в институте. И, не доучившись еще четыре года, в марте месяца меня пригласили работать в обком комсомола в школьный отдел. Спустя полгода Светлана Васильевна вернулась домой, вышла замуж и в 1966 году переехала в Саров, где устроилась воспитателем группы продленного дня в 12-ю школу. После чего молодую учительницу перевели в 17-ю школу, где она трудилась 24 года. Закончила свой профессиональный путь Светлана Васильевна в школе номер 11, в которой проработала до 2012 года. И сегодня Светлана Васильевна старается не пропускать ни одного мероприятия. Посещает кружок психологии, читает книги, принимает участие в литературных вечерах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА